В Кирове должны появиться места для выгула собак. На этом настаивает природоохранная прокуратура. Ведомство обязало администрацию организовать площадки для четвероногих. Где они нужны и решит ли это проблему чистоты в городе, если мест для выгула животных станет больше. Смотрите в нашем следующем сюжете. Скотч-терьера «Айрис» хозяйка Анны Кутепову приводит гулять на пустырь в парке Микирова. Место подходящее, просторное. Раньше здесь была площадка для выгула собак с горками, с нарядами, трамплинами. Со временем все сломалось и обветшало. Никто не следил. Но люди все равно приводят сюда собак. Привыкли. Правда, зимой приходится делить территорию с лыжниками. Здесь проводят уроки физкультуры. Но скоро появятся настоящие площадки для выгула собак. Районы реально очень большие. У нас весь город, а он сейчас огромный, и Нововятский. Это три района. Это три района. Ну, Нововятск может быть отдельно. То есть, например, сделать площадку вот здесь, вот где она исторически была в парке имени Кирова. Ленинский район. Это тоже Ленгасово. Ну, кто из Ленгасово поедет гулять сюда на площадку, если она будет официально? То есть, конечно, одной площадки для района однозначно мало. Надо смотреть реально районы. На обустройстве мест для выгула собак настаивает природоохранная прокуратура. В действиях администрации прокурора усмотрели нарушение закона о содержании домашних животных и обязались делать площадки в каждом районе. Только за прошлый год к ним поступило больше двухсот сообщений о нападениях и укусах животных. В Кирове зарегистрировано больше 20 тысяч домашних животных, а площадки всего две – в Кочаровском парке и в Нововятске. На них приводят своих питомцев только те, кто рядом живет. Остальные гуляют где придется – в парках, на пустырях, во дворах. По этой причине Кировский межрайонный природоохранный прокурор направил иск в суд в интересах прав граждан с требованием к органам муниципалитета в лице администрации города Кирова определить места для выгула животных на территории каждого из районов в городе Кирове. Исковые требования органов прокуратуры удовлетворены. На ответчика возложена обязанность до 1 июня текущего года устранить нарушение закона. Территорий для собак должно быть много, а не по одной на район, рассуждают владельцы хвостатых. Ведь их питомцы по-разному проводят время на прогулке, а кому-то надо вдоволь набегаться, другим нужна компания, чтобы поиграть. А, например, овчарки должны тренироваться на снарядах и выполнять команды. Гулять положено минимум два раза в день, поэтому площадок должно быть много. Чтобы и места всем хватило и добираться до них можно было быстро.